Погнали! Парк искусств «Музеон» — уникальный музей скульптур под открытым небом. В коллекции более тысячи скульптур, памятники советской эпохи и периода соцреализма, работы отечественных авангардистов и современных художников, а также паблик-арт. Среди монументов — работы Евгения Вучича, Владимира Олимпорта, Сергея Меркурова, Веры Мухиной и других известных скульпторов. Сказки Пушкина в Театре наций «Золотом петушке», «Медведиха», а также фрагмент поэмы «Руслан и Людмила». Как написано на сайте театра, для создания световой и сценографической партитуры спектакля американский режиссер Уилсон провел огромное исследование «Я ненавижу натурализм», в котором подробно изучил не только сами сказки, но и различные иллюстрации к ним, истории их появления, фольклорные составляющие. Из этого возник ряд сложных визуальных образов, являющихся важнейшими элементами постановки. Откуда режиссер взял и почему весь спектакль Пушкин появляется, поочередно выпивая и куря, ответов нет. Что он там курит и пьет? Напишите в комментариях, если вы знаете. Смотреть спектакль можно с 21 октября в Театре наций. Летние балетные сезоны на сцене Рамта. Марафон классических балетов, занимающий сцену Рамта до конца августа. В репертуаре же мчужины мирового балетного искусства. Мы сходили, посмотрели «Дон Кихота» и «Лебединое озеро», и у вас есть еще время сходить. Летние балетные сезоны до конца августа. 26 июля в Москве открылся музей-квартиры балерины и народной артистки СССР Майи Плесецкой. Само помещение было передано в дар Театральному музею имени Бахрушина мужем танцовщицы, композитором Родионом Щедриным. Посетители экспозиции узнают, как создавались знаменитые балеты Майи Плесецкой, а также увидят предметы искусства из домашней коллекции. Фотопортреты и личные вещи. Всего более тысячи уникальных предметов из архива их семьи. Особого внимания заслуживает гардероб балерины. Тут и наряды. Пьер Карден и обувь Болинсьяга. И внушительная коллекция шляп. И даже духи Джо Малон. За последние несколько лет музеон превратился в одну из самых динамично развивающихся культурно-просветительских площадок города. В парке работает летний кинотеатр, павильон школы и детский центр. В 2013 году частью парка стала обновленная пешеходная Крымская набережная, ставшая новой точкой притяжения на карте города. Музеон является частью парка Горького, в котором 13 августа прошел фестиваль поп-культуры Пабл Викенд. На нем Пабл Студиос представили новые персонажные постеры предстоящего фильма «Майор Гром. Трудное детство». Действие самого фильма разворачивается за 20 лет до начала событий Чумного доктора в альтернативном Санкт-Петербурге. «Неплохо». Фильм анонсируют в прокате уже скоро. «Шах, Игорь Константинович, сейчас ты можешь меня победить ровно в три хода». В ожидании трудного детства можно посмотреть Чумного доктора. Фильм захватывающий, интересный и доступный к просмотру в онлайн-кинотеатре. «Место тепла, серень стекла». Ты кто? Супергорожник? Да? Табельную не носишь, инструкции не соблюдаешь? Ты действуешь не по уставу. По городу ходит псих в суперкостюме с бомбами и огнеметами. И вот ты его по уставу собрался ловить? Но он весь город к чертям сожжет, пока бумажки собирать закончим. «Вышку татла». «Брат Иван». Коллекция Михаила и Ивана Морозовых. Главный проект Пушкинского музея 2022 года. Продолжающий рассказ о великих династиях московских лекционеров. Начатый выставкой. «Щукин. Биография коллекции. 2019 году». Наиболее полная и масштабная реконструкция прославленных собраний объединит шедевры из разных музеев. В экспозицию вошли произведения, принадлежавшие Ивану и Михаилу Морозовым. 73 работы из Эрмитажа, 71 из Третьяковской галереи и 113 из музея имени Пушкина. Билеты на выставку лучше брать электронные на сайте музея. Очереди в билетную кассу, а потом в сам музей большие, хотя погода хорошая, можно и постоять. «Бэнкси» в Москве. Выставка на ВДНХ до 18 сентября. Мы были, репортаж сняли и смотрите в программе по карте Пушкина. Быстро перейти можно по ссылке в описании. В Питере. В Зимнем дворце 350-летию со дня рождения первого российского императора открыли три зала новой постоянной экспозиции – галереи Петра Великого. В них можно увидеть восковой бюст, который документально фиксирует облик Петра, а также его костюмы, инструменты, дорожную аптечку и другие личные вещи. В центральной витрине показывают паникодила – многоярусную церковную люстру, которую Петр I вырезал из слоновой кости. И это лишь начало. До конца года галерея разрастется до 11 залов. Все они будут посвящены искусству, культуре и истории России времен Петра I и Елизаветы Петровны. С вами была Лиза Ряжская из Музеона на 14-м канале в программе «С интересом по жизни». Всем всего доброго! Не забывайте оставлять комментарии, подписываться и ставить лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok